Специально подарили книги. Когда стали появляться у меня книги, я вел занятия в разных университетах, в школах, во всех отделах милиции, воинских частях. А слух у меня ослаблен. И поэтому записки, вопросы подавали в песенном книге. И когда вопросов много накопилось, все стали просить расширить вопросы. Некоторые уже повторно приходят. Так появилась первая книга. А за первую, вторую, и получила 38 книг. Каждая книга, вот эта вот, это 750 страниц. Все они сшиты на цветной бумаге. И вот, в которой уже упёрнутся в лепёте, 64 страницы цветных фотографий номиновной бумаги. Вот эти четыре книги, это подарок посланному Путину, медведю, подарок Кеннему. Мне 74 года, будет 10 июля. Вот, сейчас сделаю. Я разослал сестёр, попросил, чтобы написали во всей предотеке страны. Ответ один. Денег, ведь я бы умею только переслать, я дарю. Даже на пересылке денег. Я помолился на ведущие. И решили подарить. В прошлом году мы проехали от Москвы, а живём в Романуле. Сначала в Москву вернулась и до Владивостока на Ходке. Посетили 240 городов и сёл. Подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Я провёл вот сколько времени потребовалось. Это 50 лет моей жизни. Но, именно набирать проще, это 9 лет. Я провёл за компьютером больше 30 тысяч часов. Сам набирал, сам вёрсткой занимался и даже на фотошопе. Это для молодых я говорю, чтобы не останавливать. Вот потеряно время, потеряно время только тогда, когда не в Боге, куда попало. Я это делал для Бога. И о чём эти книги? Я создатель детского лагеря православного. Он был в своё время единственным в России, в Советском Союзе. Ему 40 лет, нынче 41-й. За 40 лет ни рубля государству не помогло. Мы подняли тысячи детей. Вот вопрос решается с детской беспризорностью. Мы просто конкретный, начинай работать. Вот студенты. Я преподавал в 5 университетах, в десятки школ. Нигде ни рубля не получил по сегодняшний день. Я обрёк себя на это. И в этом нахожу великое счастье. В своё время, вот есть такая книга, она как бы автобиографичная. Слова Божьего нету. Смотри, я на площади проповедую. Я отбывал в 5 тюрьмах, в лагере смерти. Это в прошлые годы. За то, что насчитан был Глатаус, архипелаг Гулаг. Я в первой стране распространил её по всей стране. И интервью брал у репрессированных. Но это не одобрялось. Об этом поставил фильм был. Златоус из Потеряевки. Златоус дали мне прозвище. А Потеряевка – село, которое мы с нуля восстанавливаем. В России исчезло 17 тысяч сел. Полностью стёрты. Мы получили участок. Это бывшая наша деревня. Получили статус. Государственная школа работает. Это наш учитель. Храм первым делом построили. Брат священник, у меня протеирей. Позади 20 лет. Но поселиться может кто-то докажет, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Я как-то в своей краевой администрации сказал. Они говорят, что у нас тут ни одного такого нет. Статистики, говорит, берём. Как внучка президента. Да врёт она, говорит, статистика ваша. Это Олег Табаков говорил. Вот. Ну, это, конечно, делается не каждым. Не просто так. Когда скажут, что я верующий, а вы идите к церкви. Я знаю всё. Красная пачка благодарности от церкви. Но библиотека – это открыто для всех. Я оставил небольшую записку, что Дмитрий Лихачев говорит. Библиотека высшего университета. Исчезнут институты. Народ то не потеряет, что с потерей библиотеки. Многие не понимают это. И поэтому, где я бываю, бывает. А у нас в библиотеках закрытие. Я иду в администрацию с книгами. Они представители дают. И обстановка меняется. Закрытие библиотеки – это ещё на одну ступень ниже. Не выше. Вот мне понравились тагодроги были. Там немножко отвлекаюсь. Тут статуя такая. Книги лежат. Шесть книг. Шолох. Здоровый. Видимо, бронзовый. И маленькая девчушка. А сверху такая книга с таймами вот так вот вертикально стоит. И она, видно, что очень умно сделала. Как будто ещё сырая. И она как ладошки обралась, так отпечаталась. И на ней ничего не написано. И она стоит и заглядывает. То есть то сокровище на чём есть. А книга эта не написана на корешке. Я знаю, что это за книга. Это Библия. Это святая Библия. Оттуда всё идёт. Вот эти книги. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Мне Бог просто дал знание. Я этим занимался много лет. Занимался, считая Библию на разных языках. Проповедуя здесь, за рубежом. Я знаю возрождающие действия Святой Библии. Когда человек верит во Христа. Когда узнают люди, что верующие. Так чего, молиться учите? Учим. Ну вот одна книга. 20-й тонн. Она, не говорю, не уникальная только. Она единственная во всём мире. Это мои личные беседы с Александром Менем. Убитым священником. Это один из самых великих энциклопедистов был. Его ещё час не пришёл, чтобы о нём люди всё знали. В этой книге наша беседа с аудио. Записана на магитофон. На нашем сайте я оставил вот здесь. Для приходящих. На нашем сайте. А найдёте там такой православный форум Игнатия Лаппин. Видите? И там 1440 тем. Там выступление Патриарха. Ну абсолютно всё. Что Путин делал. Ну по тематике разнесённым. Это вот. Вот это вот. Я к тому говорю, что верующие это не только креститься уметь. Это знать надо очень много. Это вот книга. Я предупреждал просто всех, чтобы журналистам старались не давать. А только здесь считать. Это 300 поэтов России. 300 поэтов. Которые за 300 лет, что они сказали по определённой тематике. Вот они меня все выстроили здесь. Сколько жили. Поэт. Это Рождествен институт Толстой. Ну мы даже там всё. И вот мне задают вопросы студенты. Я им говорю. В течение месяца я отвечаю только поэтами России. Это 20 тысяч поэтов. Я должен ему стоять на кафедре и поворачивать так. Вопрос. Я сразу 6 поэтов им читаю. Многое наизуне знал. После каждого поэта, что говорит Библия. Поэт Библия. Сумарохов кто-то. Маяковский сказал кто-то. Пушкин тот. И после каждого выдержки из Библии. Вот 300 поэтов России за 300 лет. Вот вы когда посмотрите здесь. И вы на поэтов, которых считали, посмотрите другими глазами. Неужели он это говорил? Говорил. Определённо. Это всё. Ну я не скрываю, что мне бы не одолеть эту тему без Евгения Втушенко. Тут 3467 моих стихотворений ещё. В этих книгах. Я как-то сейчас сказал немного. Вот у меня стихотворения, они необычные тем, что я стараюсь людей подвести к Священному Писанию. Сейчас одно стихотворение покажу. Каждый куплет у меня 36 строчек, 9 куплетов. После каждой строчки вместо Писания Библии, глава и стих, откуда эта взята мысль. Видите как выглядит оно? И те, которые пишут стихи, в жизни не видали такого и стали так писать. Но они знают откуда эту мысль взять. Это два тома по житьям святых. Вот это как бы автобиографично. Вот это вот трёхтомник Новый Завет. Вторая часть Библии. Полное толкование святых отцов православной церкви. Первый, второй, третий том. Вот эти вот четыре книги. Подарок, глава государства и прочее. Считает нет, Бог знает. Но показывали по телевизору, увидели. Иногда спрашивают, а кто благословил, даже не зная этого слова. Вот эта симфония на життя святых составлена. По одному слову найти 12 томов Дмитрия Ростовского. Опять же Ростовского. Життя святых. Ты вспомни только. Ну что-нибудь из життя святых. Вот Николыч и Дотворец. А что он делал? Да я не знаю. Но говорят он что-то в воде стоял. Слово вода. Раз и тебе покажут. Такого ты 6 декабря Николыч и Дотворец. Бери, считай. Ты вспомнила? Я помню, там тело рвали на части. Тело нашла. А Екатерина Великобыщества. Катенька, считай теперь свою биографию. Где ты должна быть? На кого похожи? Другая говорит, я знаю, что руку отрубили мужа. Она взяла домой и принесла. Рука. И ты нашел. Наталья Адрия, Наташенька, будь добра теперь. Знай свою биографию, кому подражать. Вот это все здесь. То есть, чтобы человек понял, где первый исток. Откуда твое имя пришло? Что означает все вокруг? Вот у меня в лагерь привозят ребенка. Ему лет 14. Он буквально канаплю убил, хватает их. Родители его купили наручники, и ребенка прикован. Из него все вынес, говорит. Через месяц приезжают, а они узнать не могут. А что вы сделали с ним? А мы ничего не делали. Мы просто работали. Работали, вместе вставали. У меня в лагерь дети встают в 5 утра. В каком детском лагере встают в 5 утра? Но дети сами голосуют, что позже, раньше не будут вставать. Они купаются до завтрака. Поработают, пилят. Огород, идем ягоды. Катаются на конях, на лодках. Ребенок должен все знать. И нужно показать значимость его. За тебя Христос умер. Детятка, ты такой даровой для Бога. Вот эти шторки ты не умеешь делать. А тебя уже мир ждал, чтобы тебе не было жарко. Все приготовили к твоему приходу. Он по-другому на себя смотрит. Вот у нас, вы слышали, в интернете все. Прилетела директор Кэссовского института из Лондона, Ксения Деннон. Там профессор психологии живут. Ну, какая-то причина есть, почему там не исправляются дети, а у вас так. И находят движущая сила, одна тире, с большой буквы, любовь. Любовь – это не потакание. Дети знают неотвратимость наказания, уважение к закону. Вот я вас просто на вскидку, как говорится, спрошу. Мобильный телефон у кого есть? Поднимите руку. Мобильный. У всех. А кто его изобрел? Поднимите руку, кто? У меня вот такой, вот он знает. Мартин Купер. Так, в интернете работаете. Кто интернет изобрел? Тим Бернерс Ли. Они кричат. Они знают, как звать президента, губернатора. Они знают, кто такие апостолы, кто написал книгу. Это все в ребенке, а за один месяц должен отолочь туда. Им это не в тягость. Он понимает, в какой прекрасный мир он пришел. Он на сторону от домашней пьянки отца. Он увидел, есть другая жизнь. Лучится корову дарить, стряпать. Я им листики набросаю, и они должны определить, что это за дерево, как в лесу найти, на что оно угодно. Это в любом деле. Вот сегодня жалуются, понимаете, евреи. Все евреи. Ограбили страну, увезли. Ну не секрет, все знают, что это все олигархи то. Ну и что дальше? Бей жидов, спасай Россию. Конкретно. Мусульмане, все, везде захватили. И какой выход? За автоматы, братья? Надо бороться, но ответ один – любовь. А как любовь? Мы должны показать, что со Христом тысячу раз выше, чем без Бога жить. Это в книге показано на конкретном опыте. Вот у меня вот эта вот книга. Для слова Божьего это не тушь. И тут я с чудом сохранишься фотографии. Я арестованный иду вокруг. Военная. В свое время я в 87-м только освободился. Моя биография еще на сожидительскую похожа. В этом. А нужно это, нужно. Я работаю с запрещенными сейчас в лагере, в тюрьме. И люди, с которыми приходится работать, они выходят другие. А тебе это надо? Вопрос. Отвечаю. Если он вышел оттуда, он в Китае не будет, он останется здесь жить. Кем будет? Зверь или человек? И тебе он встретится идущий с работы, ты осталась живая. Все оправдалось. Вот поэтому надо. Для этого мы поехали. Для этого оставляем. Сделать вас наследниками этого сокровища. Иногда спрашивают еще. Такие книги издают. Понятно, что цена сегодня ой-ай. Просчитайте эти строчки. Если вы видите, или что нет. Корпеев, Деркуй же мне. Автор приносит благодарность. Даст пунцовскую помощь. В издании книги Соколов. Соколову Борису Александру Ильичу. Президенту Объединенной Химической Компании Щекина Особки. Это Бог как наводит. У него трагедия. Он миллиардер почти. Погибает с женой с ребенком. А у него близкий. Ну вот здесь, где-то недалеко живет. Я там оборот. Священник. И священник этот показывает. Его мои книги. Тот глянул. А как он издает книгу? А тут же деньги перевел, выкупили. Вот начинают говорить это евреи. А у меня евреи ближайшие помощники. Вот мне нужно что-то выкупить. Денег нету. Они сами обращаются. Вам нужно помочь. Я вот на днях только рассказываю. Поехали сюда. На горюще не хватает 150 тысяч. Это буквально перед Богом. Говорю без обману. А в 9 мы уже встаем сюда в 4.40. А в 9 мы заканчиваем все. Уже не звонить на прошлом ходе на молитву. Готовимся к ночи. И вдруг где-то около 12 я засиделся. Один звонит. Вам деньги нужны. А у меня в интернете выставили три книги последние. Не на что было издать. Мы их уже издали. Я говорю, я хочу помочь. Я говорю, нам на бензин не хватает. На утро я иду. Иду-иду. Как бы не рублями, а по 5 тысяч. Мне бы легче их было с собой взять. Прихожу, она у меня отсчитывает по 5 тысяч. Понимаете? Не только сумма, которая нужна. А кто? Человек из Калининграда, который никогда. Его звать Дмитрий. Ну мы Митя зовем. Он говорит, я хотел у вас приехать по Крестильце. Это Бог делает так. Так это не маленькое дело. А на самом деле это намного шире. Вот мы поехали сюда. Фактически мы не знаем. Вот кто не пойдет, тот не пойдет. Мы в понедельник должны пересечь границу. Планы наши такие сейчас. Планы, повторяю. Это от Бога зависит. Мы пересекаем границу. Пока не знаем, через Польшу или где. Пройти все до одного государства. Вплоть до Папы Римского. Португалия. Вернуться попасть в Англию. Пройти через всю Скандинавию. Вернуться через Прибалтику. Они в Шенгенскую зону входят. И возвращаемся сюда. Снова загружаемся. Уходим через Южные Республики бывшего Союза. Армения, Азербайджан, Грузия. Через Абхазию и Чечню вернуться сюда. Это все до 1 сентября. Поэтому кому это близко, чтобы помолились, чтобы мы живые вернулись. Наше желание, чтобы люди были другими. И когда спрашивают, цель эта, для чего это нужно. Они предложение выражают. Это мой народ. Моя страна, которая в грозной опасности исчезновения. Поставлена задача мирового правительства. Оставить славян 15 миллионов. А остальных истребить. Кто считал про это? Зайдите в интернет. Депутаты в Думы. Генерал армии Родионов. Там Миронов. Жириновский. Все это знают. А что сделать нужно? Сделать ничего нельзя. Но если мы будем молиться, Бог сделает. Нам это не сделать. Никак. Мы не думали даже доехать. Доехали. О такой встрече не думали. Благословен Господь. Мы приехали возвестить о любви Божией. Как Бог всех любит. Вот допустим, у мусульман главный цвет. Знамя у них зеленого цвета. Здесь полностью вся священная книга мусульман. Коран. По сурам и аятам вся показана в сравнении с Библией. И что о них говорили было написано за 1300 лет. А там на водной книге. И мусульмане ее из рук не выпускают. Здесь нападок никаких нету. А показать, что есть доброе у всех. Как можем поделиться этим добром и жить в любви. Вот книга Гавратилия. Это три тома. За 3600 лет что было сказано о раздобром Талмуд. В сравнении с Библией. И самое лучшее, что у них есть, показано здесь. Главный движитель это любовь. Вот как-то было, зашла директор, она говорит, а у меня встреча со старообрядцем есть ли что-нибудь. Я говорю, 115. Это старовера, как Русь крестилась к князю Владимиру. Ну, Персия, Боярный Морозов. Это 180 лет. Это самое лучшее. И что где-то нас разделяет. Князь Владимир так крестился. Сергий Анатольский двумя персонажами. А Серафим Старовский так. Все канонизируем. Нам сворки вообще не очень должны. Нам нужно быть более соисходительными друг к другу. И научиться различать таланты, которые дал нам Бог. Вот об этом эти книги. Как нам на этой земле пожить так, чтобы получить жизнь вечную. Жить для Бога. Жить, как говорится, на одном дыхании. И даже в бедности быть счастливыми. Вот говорят, я болею. Ну, все живут. Я пенсионер. Первое встречу. Ну, как живешь? А как болеешь? Я не болею. Я еще ни одной таблетки не съел. А у меня руки все выкручены со мной. Что делали? Это ничего не значит. Значит, только сегодняшний день. Те, кто это делал, они ко мне приезжают, книги у меня берут, покупают. И сотрудники КЛГБ, и прокуратуры. А от нас требуется верность Богу. И это будет показано. Вот встречается прокурор. Прокурор, генерал-майор. Прокурор. Помощник прокурора края. И он говорит. Однажды. Было время. Мы арестовали. Лапкина изъяли у него. Ну, все у меня изъяли. Когда он вернулся, я сказал ему. Он говорит. Наверное, проклинали нас до десятого колена. Это Владимир Павлович. Он говорит. Владимир Павлович, мы молились за вас. Все время. Чтобы с вами беды какой не было. Так он другом сделался. И другим людям начал рассказывать. Любовь побеждает все. Если хочешь не болеть. Загибай по пальцам. Никогда. Не, не, не. Не злись. А не злись это значит не гневость и не злопавость. Подожди еще. Встретимся. Подожди по болевым точкам. Не злись. Дальше. Не переедай. А что такое переедать? Ты думаешь наелся? Ну наелся. Это значит ты уже отравился. Вот нужно полчаса чтоб прошла пища и сказала ты так. Не пересаливай. Никогда. Растительное масло никогда на огонь не ставь. Оно термической обработке не поддается. Рак кишечника тебе обеспечен будет. Не трудно я тебе говорю? Дальше. Никогда не вернуй. Да вот он полюбил молодой и тот другой. Ты его не вернешь этим. Ты можешь вернуть его только любовью. Ну не сопляйся. Каждая мусульман говорит. Четвертая, третья жена. Она же не умирает. Чего ты так уже за свою собственность? Ты его не исправишь. Он такой и есть. Бегун. Будет верующий. Он принесет покаяние. Не злись. Не злопамяствуй. И ты увидишь вот эти нервы. Ключи. У тебя жизнь совершенно по-другому будет. Ты каждый день будешь встречать с радостью. Господи. Восход дал ты. Земля не опрокинулась. Дал ты. Благодарю тебя Господи. Вот встречаешься. Мы идем по деревням. 56 деревень. В каждый дом заносили евангелие. 300 тысяч евангелий купили и раздали. Бабушка лежит. Баба. Чего ты лежишь? Да не могу. Сын бросил. Дочка уехала. Как же ты можешь лежать? Ты же ходила на двор? Ходила. Встань на молитву. Ты знаешь, что в стране делается? Ты знаешь, какой правитель? Ты молись закажешь. Этого Владимира дать. Этого Дмитрия. Патриархи Кирилл. Почему не молишься? Мы влияем на кораблекрушение. Это молитва. Минуты жизни трудные. Как Лермонтов писал. Тесниство. Сердце и грусть. Одну молитву чудную держу и наизусть. В душе как бремя скатится. Сомнения далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Я говорил, занятия в разных РОНО. Это когда всех завучи собирают директоров. Я говорю, вы в Цири проходите по Лермонтову? Да. А Эпигров какой? Директор один из 68-й школы, кажется, сказал. Там что-то по-славянски не знаю. Там написано, вкушаю, вкусив меда, и все азвумираю. Ни один учитель не мог сказать, а преподают ученикам. Откуда взято? Лермонтов. Михаил Юрьевич, она там взятая из первой книги царств. О чем говорится? О том, что когда царь Саул завоевывал, он сказал, «Стой день пастись, кто-то до вечера что-то съест, смерть и придам». А сын его не знал. Через день началось поражение врага. Он герой. Но он в лесу увидел мед, пчелы, и палкой намотал мед, и поел, и глаза просветлели. Без чем Бога спрашивали, Бог не отвечает. Кто-то клятну нарушил. И когда это узнали, он говорит, «Тот я немного вкусил меда и умираю». Вот о том цире, который бежал из монастыря, «Вкусил свободы», там, стиком, там, леопард на волосах. И теперь ему ничего не надо. Лермонт там сдал, какой эпиграф взять. Нам разве это помешает знать? Почему, говорит, американским астронавтам не мешало знать Библию и летать на Луну? Почему мы решили, что по 90% мирового искусства галереи мира на библейскую тему, и нам не надо знать? А как ты будешь знать-то, если ты Библию не знаешь? Ты вникни в эту суть. На этом все. Об этом книге. Вот мы когда начинали с деревни, мы с первым делом решили разобрать, как деревни рушились. 17 тысяч сел. Везде главная артерия школа. Ее перепиливали. А дальше уже в магазины электричество отключили, разъехались. Секретно, никакого нет теперь. Развал. Гитлер, говорит, нам не сделал такой беды, как сделало вот это наше безразличие. А что нужно сделать? Первым делом школа. И вот у нас школа открыта. Депутаты голосуют против. Ни один ее не поддержал. У нас связи. Брат поехал в священник в Белый дом еще до сожжения его. А уже осень депутаты проголосали все за. Пожалуйста. Учителя государственные получают зарплату. Учат детей. Построили старую школу. Все своими силами. Без копейки. Нам международный валютный фонд не нужен. Это еще внуки будут рабство это вести. Надо работать. Ведь раньше как идет человек, а отец наказывал сын. Ты первый никогда не здороваясь. Он не понимал в чем дело. А здоровается тот, кто идет, а не тот, кто работает. Смысл какой. Ты всегда первый работает, а идущий с тобой поздоровается. Подходит Бог в помощь. Надо человека вернуть в Бог. Это первое. Был патриарх Алексий II до этого, до Кирилла. Он говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Патриарх Кирилл доехал до Востока, вернулся и говорит, состояние церкви, не мира, тире развалины духовные. А мы видели в нем, это не развалины, это освенцы. Это ужасно. Вот до самого Владивостока чернявые, красивые ребята работают. Это наши витязи. Я говорю, где? Чего вы удивляетесь? У них по-другому все. Средняя рождаемость у нас 1,8. Мусульмане 8,1. И серый аэропат такой, помните, был? Он говорил, нам война не нужна. Наши атомные бомбы, тире, матка женщин. Все. Если мы сурово-то на себя посмотрим во всех отношениях, мы скажем, Господи, прости, помоги начать с новой красивой жизнью такой, чтобы Бога прославить. И здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Это искусство, работа, семья, будущее мира, священное Писание, церковь, взаимоотношения людей, внутренний мир. На все здесь ответы. Вопросы? Я с кем-то подойду, потому что я плохо слышу. Ну, потом мы поедем сейчас, попросим Ваше благословение, чтобы Бог нас сохранил. Ну, может быть, просто это не совсем, как бы, неожиданно для нас. Это несколько неожиданно для нас. Поэтому вот коллеги, они и молчат, не знают как, потому что вопрос сейчас поднимается о пропаганде православной литературе, о возврате к русской культуре. Может быть, знаете, просто в библиотеках, ну, не так много говорят о Боге. Понимаете? Вот это все здесь. Потому что, ну, вот, возможно, благодаря этим книгам посмотрим, изучим и будем работать с читателями. Потому что просто так вот сейчас вот говорить, что вот да, да, мы там вот все поняли, да. Это надо все пройти через, пропустить через себя. Библиотека тем хорошим, что он, прежде чем выдавать книгу, он должен сам ее узнать. Ну, естественно. Потому что вот так, как и вы рекомендуете, вы же знаете, что там говорится. Поэтому для того, чтобы эта книга дошла до читателей, нужно ознакомиться с ней. Вот я думаю, что после того, как вы нам подарите эти книги, работники приступят к работе, ознакомятся с ней и таким образом уже будет до читателей. Жизнь меняется. Если что-то изменится, там ваши библиотеки будут закрывать, это ваше все, унесите домой. Вы не будете жюри верно искать. Здесь вы найдете все. Гарри Поттер вам не поможет. Здесь вы найдете ответ на конкретный вопрос. Вот у меня бывает, как человек подходит, может, я посмотрю на книгу, и он про меня забыл. Я сижу с банкиром, помогает он, а он финансист. Я открыл, я уже сижу 5-10 минут, я говорю, Владимир Филимонович, главный банкир нашего края. Я говорю, да отстань ты от меня, тут я нашел про меня как раз. А ни его фамилии ничего здесь нету. Это ответ на жизненные, самые злободневные вопросы, притом не я умничаю, а что говорит об этом Священное Писание, святые отцы канона церкви. Как жили всегда люди. Поэтому книги эти любыми путями сохраните. Хоть по одной книге. Будьте друг другу ходить в гости. Если кто в интернете работает, в Mail.ru есть такая. Игнатий Лапкин, а я один такой там. Если кузнецовывал 144 тысячи, то Лапкин я один только. И на меня выйдете в сентябре, и мы будем друзьями. В Mail.ru у меня выставлено около 5 тысяч наших фотографий. 971 ролик полновесный по часу о нас, которые сняты. Это и лагерь, и путешествия, и занятия, и в церкви, и работа. Ролики. Там стоят два фильма. Фильмы государственные. Это Красноярский филиал. А где у них главный-то? Скажется, в Перми или где-то у них филиал. Фильм «Причусть». Он занял первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм «Златоус из Потеревки» и первое место в России. Хотя мы осознаем, что ничего тут особенного нет. Мы просто живем естественной жизнью. Ну что ж, посмотрим, изучим, прочитаем. И мнения тогда сложатся уже. Выйдем на сайт, посмотрим. Народ любознательный. Ну, Ютуб, знаете? Зарядите. Канал Игнатия Лапкина. 971 ролик. Притом они там по темам. Самое ценное, вот на нашем сайте, вот на этом. Здесь вопросы в 5 томов идут, примерно 30 томов открытым рукам. Видите они? Разного цвета, легко их искать. Какое оно издание. Но дальше идут вопросы, как они мне поступали. В школах, на заводах, на паприках, в милиции. А вот здесь, на сайт зайдете, там 55 папок. По тематике. Семья, дети, иудеи, иудереи, мусульмане, старобрядцы, православная церковь. Вы в нее заходите, ткнули одни вопросы. Ты выбрала, какой тебе надо ткнуло, ответ открылся. Вот. Будем пробовать, будем смотреть. Ну что, до свидания, сестры. До свидания, сестры. До свидания, сестры вас хранит. Будь вас хранит. Я рад, чтобы познакомились. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. До свидания.